Работа кипит, темп задан колоссальный, формат власти меняется. Теперь, по решению главы государства, исполнительному органу будет подчиняться госпредприятие «Преднестровская железная дорога». «Железная дорога» будет передана в оперативное подчинение правительству. Не должна этим заниматься администрация президента. И, насколько мне известно, фирма «НЕК» прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года. Поэтому, пожалуйста, организуйте все мероприятия необходимого характера. Но, конечно, без офшоров и все денежные ресурсы должны поступать исключительно на железную дорогу. Изменения в структуре коснутся и других ведомств. Новый формат исполнительных органов власти. После соответствующего указа Вадима Красносельского в Приднестровье теперь 12 министерств, 9 госслужб, 2 комитета и 7 государственных администраций. Реорганизация ожидает Министерство юстиции и Министерство экономического развития. Отдельными и самостоятельными от ведомств стали Госслужба управления документацией и архивами, а также Госслужба статистики. Появится и совершенно новое ведомство – Госслужба экологического контроля и охрана окружающей среды. Исполнительная вертикаль власти изменилась не только структурно. КГБ переименовали в Министерство государственной безопасности, Госслужба по культуре в Государственную службу по культуре и историческому наследию. А Министерство регионального развития в Министерство промышленности и регионального развития. Реформы ждут и прокуратуру. Президент Вадим Красносельский на внеочередном пленарном заседании призвал депутатов вернуть прокуратуре функции гособвинения в суде и функции надзора. Эти изменения никак не коснутся работы Следственного комитета. Глава государства также акцентировал внимание – прокуратура будет независима при принятии решения. Получается, исполнительные органы власти – это 30 министерств и ведомств, 20 подчиняются правительству. В частности, это экономический блок, Министерство просвещения, Министерство сельского хозяйства, а также государственные администрации городов и районов республики. Напрямую президенту подчиняются 10 органов власти, в том числе силовые структуры, МИД, Государственный таможенный комитет, Госслужбы судебных исполнителей и Управление документацией и архивами.